Ассаламу алейкум, рахматуллах и баракяту, дорогие братья и сёстры. Сегодня затрудним одну очень, на мой взгляд, важную тему. Сегодня век активного развития современных технологий, как никогда ранее важно обладать крепким фундаментом религиозных знаний. Ведь именно от его отсутствия или наличия зависит то, будете ли вы всю свою жизнь сомневаться в своих жизненных принципах, идеалах, целях или нет. И я вам скажу, что вам никуда не нужно ехать, дабы приобрести религиозные знания. Ведь школа имени имама Джавада предоставляет эту прекрасную возможность. Помимо религиозных знаний, в школе имени имама Джавада вы сможете также изучить чтение Корана, персидский и арабский языки. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Дело в том, что Всевышний в шестом аяте 33-й суры Священного Корана приписывает его святости посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва алейхи ва салам, некое положение по отношению к верующим. Всевышний говорит «Ауду билляхи мина шайтан и раджим ан-набию ау ла бильму минина мина анфусихим» «Для верующего пророк предпочтительнее, чем он сам». В этом аяте Священного Корана Всевышний приписывает его святости беспрецедентное положение. Приписывает ему положение, которым не обладает ни один другой человек по отношению к верующему. Ни его родители, ни его дети, ни его друзья, ни его правитель, абсолютно никто. И что это за положение? В чем заключается вот это вот особенное, особое положение пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салам, по отношению к верующим? В этом аяте Священного Корана Всевышний говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салам, владеет верующими больше, чем они сами собой. Он ближе к верующим, чем сами верующие к самим себе. Любит их больше, чем они сами себя. И они должны любить Его больше, чем любят самих себя. Что Он знает об их пользе, об их выгоде, больше, чем они сами о своей выгоде и пользе. Что Он обеспечивает их выгоду, их пользу больше, чем они сами способны на то, чтобы обеспечить свою собственную пользу и собственную выгоду. И что Его решения, Его приказы, Его выбор предпочтительнее для верующего, чем собственный выбор самого верующего. Другими словами, проще говоря, Пророк владеет верующим всецело. Верующий полностью погружен в своего Пророка. Он ориентируется на те ценности, которыми руководствуется Пророк. Верующий ориентируется на те цели, которые перед собой в своей жизни ставит Пророк. И эти цели, и эти ценности предпочитает над своими собственными целями и ценностями. Таким образом, полностью погружаясь в Пророка, полностью и духовно, и физически, как свою духовную составляющую своей жизни, так и физическую составляющую своей жизни, посвящая его святлости Пророку. Таким образом, если мы сравним положение Пророка по отношению к верующему с положением обычного правителя, президента, короля, царя, императора и так далее и тому подобное, то мы видим, что разница между ними абсолютно беспрецедентная. Разница между ними огромная. Кем является правитель для гражданина или правителя той или иной страны? Правитель – это человек, которому поручили, или который взял на себя ответственность управления делами государства. Но гражданин или подданный не обязан всего себя посвящать своему правителю. Свои цели, свои ценности, свои взгляды, свои убеждения, свой образ жизни, свой образ мыслей не обязан приводить в соответствие с образом мысли, жизни, мышления, с убеждениями своего правителя. Нет, правитель – всего лишь тот, кто взял на себя ответственность управления государством. А Пророк, салаллаху алейхи и алейхи и алейхи салам, это нечто большее, намного большее, чем просто правитель для верующего. Он не просто управляет делами государства, экономикой, армией, полицией и так далее и тому подобное. Нет, ему принадлежит, Пророку принадлежит мысли, убеждения, взгляды, предпочтения верующего. Верующий приводит в соответствие со своим Пророком свои предпочтения, свое мнение, свой образ мысли, свой образ мышления, свой образ жизни. Все сферы своей жизни приводят в соответствие с Пророком. Именно об этом говорит Всевышний в этом Аят священного Корана, когда говорит, что пророк предпочтительнее для верующих, чем они сами. В чем предпочтительнее? Здесь абсолютно нет никаких ограничений, нет никаких условий. Ничем не ограничена эта предпочтительность. Предпочтительнее во всем. Например, в том, что он любит верующих и заботится об их выгоде и пользе больше, чем сами верующие. Или, например, предпочтительнее для верующих в том, чтобы подчиняться ему. Предпочтительнее, чем сами верующие, чем мнение и выбор самих верующих. Подчиняться пророку. Таким образом, смысл данного Аята священного Корана настолько обширен, то есть он абсолютно ничем не ограничен. Предпочтительность пророка по отношению к верующим абсолютно ничем не ограничена. Он предпочтительнее для самих верующих абсолютно во всем, ни в чем не ограничивая эту предпочтительность. Таким образом, смысл данного Аята священного Корана ничем абсолютно не ограничен. Таким образом, верующий полностью посвящен пророку. Все сферы, все стороны его жизни и его существования, они посвящены пророку. И вот это положение, которое занимает пророк, саллаллаху алейхи и алейхи ва салям, по отношению к верующим, оно включает в себя в том числе и правление. В том смысле, что верующий должен полностью подчиняться. Даже если приказы и запреты пророка не соответствуют его предпочтениям, его мнению, его собственному выбору, все равно верующий обязан подчиняться пророку. Таким образом, данный Аят включает в себя в том числе и правление, но не ограничено правлением, потому что влияние и охват правителя, обычного правителя, в жизни его подданного или его гражданина абсолютно несоразмерно с тем влиянием, которое имеет на жизнь верующего пророк. Ибо влияние пророка на жизнь верующего охватывает все стороны его жизни. Человек в своей жизни преследует определенную цель. Согласно этому аяту Священного Корана, верующий человек должен предпочитать цели, которые преследует пророк, над своими собственными и личными целями. Его ценности должен предпочитать над своими собственными ценностями. И так далее. Это абсолютно ничем не ограничено. Таким образом, согласно данному аяту Священного Корана, пророк является полноправным владельцем верующего, как его мышление, образ мысли, как его духовной составляющей, так и его физической составляющей. Итак, мы чуть позже приведем цитаты из толкований суннистских книг, которые подтвердят вот это вот озвученное понимание данного аята. Озвученное толкование данного аята. Но прежде чем приступить к цитированию суннистских толкований Священного Корана, необходимо подчеркнуть один очень важный момент. Этим положением по отношению к верующему обладает не только его светлость, посланнику Аллаха, салла-лаху валих и валих и висалям. В Священном Коране Всевышний это положение приписал его светлость посланнику Аллаху, салла-лаху валих и валих и висалям. Но его светлость пред тем, как уйти из этой жизни, после возвращения с прощального паломничества, остановившись в местечке, которое называется Гадир-Хум, Он соорудил кафедру, на которую он взошел, и выступая перед огромным количеством своих последователей и сподвижников, число которых, по разным данным, достигало от 90 до 120 тысяч, выступил со следующей речью. Его светлость сказал, «Разве я не предпочтительнее для верующих, чем они сами для себя?» Или же в некоторых версиях передается, что его светлость сказал, «Разве я не предпочтительнее для вас, чем вы сами?» То есть в одном месте использовано верующие, в другом месте место имения «вы». И тогда все присутствующие ответили, «Аля, я, Расул Аллах», «Да, о, Посланник Аллаха», они подтвердили, что Пророк для них предпочтительнее, чем они сами. И тогда Посланник Аллаха, салаллаху алейхи в алейхи в ассалям, взял руку Алибин Абиталиб, поднял ее и сказал, «Фамэн кунту мауля фахада алию мауля». Тогда, таким образом, если это так, то тот, кому я был мауля, тому и Али мауля. Кто такой мауля? Мауля – это тот самый человек, который по отношению к верующим занимает вот это вот положение. И сам Посланник Аллаха, салаллаху алейхи в алейхи в алейхи в ассалям, согласно хадису Иссахих аль-Бухари, ссылаясь на этот аят священного Корана 6, аят 33 суры, сказал, что «Таким образом я являюсь мауля, верующих». Таким образом я являюсь мауля каждого верующего. То есть одним словом, выражая одним словом вот это вот положение, которое изложено в 6 аяте 33 суры, мы называем этого человека мауля. И Посланник Аллаха, салаллаху алейхи в алейхи в алейхи в ассалям, обращаясь к присутствующим, спрашивает, «Разве я не предпочтительнее для вас, для верующих, чем вы сами, сами верующие?» Они говорят, да, они признают, ибо это является аятом священного Корана. И тогда его святлость говорит, «Таким образом, тот, кому я был мауля, то есть предпочтительнее, чем он сам для себя, тому и али является мауля, то есть тому и али является предпочтительнее, чем он сам для себя». И этот хадис, и это провозглашение его светлостью, посланникам Аллаха, салаллаху алейхи в 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 алей Все пути передачи данного хадиса мы собрали на нашем сайте и по ссылке в описании вы можете ознакомиться как со всеми путями данного хадиса, так и с его переводами, источниками, скриншотами этих источников, со всеми необходимыми для изучения данного хадиса материалами. Переходите по ссылке и изучайте. Этот хадис является мутаватиром. И даже более того, возможно для некоторых из вас это станет чем-то новым, но этот хадис вследствие того, что эти слова посланника Аллаха были произнесены во время прощального паломничества, а точнее по возвращении из прощального паломничества. И при этой речи присутствовало огромное количество людей, десятки, а то и более сотни тысяч людей, то число передачиков этого хадиса является также беспрецедентным. То есть нет ни одного другого хадиса, который передавался бы настолько большим количеством передачиков, который передавался бы по столь большому количеству цепочек передачиков. Таким образом, этот хадис абсолютно не вызывает никаких сомнений, не является мутаватиром, о чем утверждали и признаются сами сунницкие ученые. И более того, несмотря на то, что мутаватир, то есть предание, которое передается огромным количеством передатчиков, является надежным и заслуживает доверия, даже если все пути передачи включают в себя исключительно нечестивых людей. То есть если все пути передачи переданы исключительно от нечестивых людей, то согласно признанию тех же самых сунницких ученых, эти пути передачи, вследствие того, что они достигают степени таватура, они многочисленны, настолько многочисленны, что не вызывают никаких сомнений в своей достоверности, эти предания являются надежными и заслуживают доверия. Но, несмотря на это, в данном случае, в случае с данным хадисом и с данной речью его святостью посланника Аллаха, саллаллаху алихи и алихи, отдельные пути передачи данного предания и данной речи также являются надежными и достоверными. Огромное количество путей передачи переданы от надежных и правдивых передатчиков. Поэтому абсолютно нет никаких сомнений в надежности данного предания. Таким образом, Алибн Абталиба, алей салат ва салам, занимает по отношению к верующим то же самое положение, которое занимал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алихи ва салам. Они должны быть полностью покорены и подчинены Алибн Абталибу, алей салат ва салам. Они должны привести свои мысли, свой образ мышления, свой образ жизни, свои предпочтения, свои ценности, свои цели. И абсолютно все стороны своей жизни, как духовную сторону, так и физическую сторону, полностью должны привести в соответствие с его следлостью Алибин Абиталиба, не говоря уже о том, что после посланника Аллаха, согласно этому положению, Алибин Абиталиб является правителем верующих. Но мы не говорим правителем, потому что Мауля это нечто большее, намного большее, чем правитель. То есть верующий покорен ему, подчинен ему и отдает во всем предпочтение ему, даже если этот Мауля по тем или иным причинам не возглавил государство. Например, кто-то узурпировал это государство, кто-то вынудил его отказаться от управления государством или не пустил его через мятежи, смуту, заговоры, не пустил его к управлению государством. Но даже в этом случае правителем и человеком, на которого верующий полностью ориентируется, является именно Мауля. Поэтому он не просто правитель, это намного, нечто намного большее, чем правитель. Поэтому, когда идут споры о том, что означает Мауля, некоторые говорят, что Мауля это друг, некоторые говорят, что Мауля это близкий, соратник, помощник, некоторые другие говорят, что Мауля это правитель, покровитель, властитель и так далее и тому подобное. ничто из этого не является верным. Мауля включает в себя все это. Все эти смыслы включены в Мауля. Но Мауля является нечто чем-то более обширным, более всеохватывающим, имеющим более широкое значение, широкий смысл. Это тот, кто во всем для верующего является более предпочтительным. Будь это дружба, любовь или подчинение, покорность, более предпочтительным даже, чем сам верующий, не говоря уже о других людях. Не говоря уже о том, чтобы быть более предпочтительным, чем все остальные люди. Предпочтительным во всем, а не в чем-то конкретном. Не в приказах, не в запретах, не в целях, не в ценностях. Во всем, абсолютно всем, во всем. И все эти споры относительно того, что означает Мауля, они абсолютно бессмысленные, беспочвенные. Потому что сам посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва алейхи ва салям, в этой же своей речи дал разъяснение тому, что он подразумевает в этой своей речи под Мауля, когда он спросил присутствующих, «Аля сто оуля бикум минан фусикум разве я не предпочтительнее для вас, чем вы сами?» Они сказали «да». И он говорит, «А раз так, значит, тот, кому я Мауля, то есть тот, кому я предпочтительнее, чем он сам, то есть для верующего, тому и Али Мауля, то есть и Али предпочтительнее, чем он сам». Во-первых, сам посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва алейхи ва салям, в этой своей речи разъясняет, что значит Мауля. Во-вторых, как мы уже сказали, имеются хадисы от самого посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва алейхи ва салям, в том числе и сахи Бухари, и других достоверных сборников, сунницких достоверных сборников. Он, ссылаясь на этот аят, 6 аят 33 суры, говорит, что «А значит, я Мауля». Он называет, на основе этого аята, называет себя «Мауля». И это соответствует правилам арабского языка, арабского языкознания. Но эти хадисы дополнительно подчеркивают, что этот человек, который предпочтительнее, который является Ауля, он также, он называется Мауля по-арабски. Итак, и после того, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва алейхи ва салям, объявил его светлый, салаллаху алейхи ва салям, Мауля, всех верующих мужчин и женщин, присутствующие, стали подходить к нему и поздравлять. И в числе этих присутствующих был также и тот, кто объявил себя вторым халифом, Умар бин-Хаттаб, который подошел к его светлой, салаллаху алейхи ва салям, и сказал «Баххин, баххин, или ханиян лак, я, аба Талиб, аспахта валия ва валия кулли муминин ва мумина». «Поздравляю тебя, о, сын Абу Талиба», – сказал Умар. «Баххин, баххин, ханиян лак, поздравляю тебя». «Воистину, ты стал мауля или валием». Вали и мауля имеют один и тот же смысл. Поэтому в разных версиях этого хадиса в одном случае сказано «валия», в другом случае сказано «мауля». Ибо они имеют один и тот же смысл и один и тот же корень. «Ты стал валием», то есть мауля каждого верующего, мужчины и женщины, в том числе и моим мауля, – сказал Умар. «Ты стал моим мауля и мауля каждого мужчины и женщины». Таким образом, признав, поздравив Алибнаби Талиба, алей салатусом, и признав вилаят и предпочтительность, признав то, что для него теперь он является правителем, является не просто правителем, а является мауля. И Умар блин хаттаб не то чтобы должен был возглавить, стать правителем Алибнаби Талиба, алей салатусом. И среди присутствующих были и другие люди, которые позже провозгласили себя халифами и правителями, мусульман Абу Бакар, Усман и другие. Они не то чтобы не имели права на то, чтобы править над Алибнаби Талиба, алей салатусом, не то чтобы они должны были подчиняться Алибнаби Талиба, алей салатусом. Нет. Они помимо этого должны были полностью привести свой образ жизни, образ мыслей, свои ценности, свои жизненные цели, свои предпочтения. Все это должны были привести в соответствие со своим мауля. А именно с Алибнаби Талибом, алей салатусом. И именно поэтому, основываясь на этих доводах и основаниях, мы говорим, что эти люди в высшей степени этого смысла являются узурпаторами. Они, услышав слова посланника Аллаха, прекрасно поняв его речь, они отвернулись от его слов, от его завещания, они проигнорировали свое положение по отношению к Алибнаби Талиб, алей салатусом, и провозгласили себя халифами и правителями мусульман. Таким образом, Алибнаби Талиб, алей салатусом, занимает по отношению к верующим беспрецедентное положение. Уникальнейшее положение. И это положение актуально не только при жизни этих людей, это актуально в том числе и на сегодняшний день. И на сегодняшний день верующий обязан привести свой образ мысли, свой образ жизни, свои цели, свои ценности и так далее. Без ограничений. Все это перечислить, конечно же, невозможно, но это ничем абсолютно не ограничено. Все это должен привести в соответствии с пророком, салаллаху, алей салатусом, и с его светлостью Алибнаби Талибом, алей салатусом, алей салатусом. А теперь давайте вернемся к толкованию и к пониманию данного аята Священного Корана из сунницких толкований, из слов сунницких толкователей. Этот вопрос мы оставили напоследок, ибо он немножко будет затянут, и, возможно, кому-то покажется скучным. Но тот, кто хочет убедиться, что именно этот смысл, который мы озвучили в самом начале, заложен и заключен в 6 аяте 33 суры, пусть продолжит смотреть дальше. Итак, говоря о смысле данного аята, в первую очередь необходимо указать на переводы данного аята на русский язык. Большинство переводов Священного Корана на русский язык используют слово «ближе», когда хотят обозначить «ауля», перевести слово «ауля». В аяте Всевышний говорит «Аннаби оуля бельмууменина минанфусихим». И переводя слово «ауля», которое мы перевели как «предпочтительнее», в русском языке большинство переводчиков перевели как «ближе». То есть пророк ближе к верующим, чем они сами. Но это не совсем точный перевод. Возможно, и «предпочтительнее» тоже не является точным переводом, но «близость» это не является точным переводом. Да, какую-то сторону и какое-то проявление данного аята и смысла данного аята слово «ближе» переводит, но слово «ближе» не является непосредственным аналогом «ауля». Например, в английском языке этот аят переводится как... Именно это слово в данном аяте переводится как «more worthy», то есть «достойнее». Так, «достойнее» или «ближе». Почему в английских переводах используют слово «достойнее», а в русском языке используют слово «ближе»? Потому что в арабском языке использовано не то и не другое. В оригинале священного Корана используется слово «ауля», которое не переводится как «ближе». В простой случае это было бы «акрабе», то есть «ближе». В арабском языке «ближе», то есть «акраб». «Достойнее» в арабском языке это «афдаль» или «ахақы» и так далее. Ибо данный аят священного Корана говорит совершенно о другом. Говорит о предпочтительности посланника Аллаха, в отношении к верующим, что он предпочтительнее больше, чем они сами для себя, их цели, их выбор и так далее. Абсолютно ничем не ограничивая данный смысл. Конечно же, необходимо подчеркнуть, что слово «ближе» и «достойнее» какую-то сторону данного аята все-таки доносит, но не является всем смыслом, потому что смысл данного аята намного обширнее, намного всяхватывающий. Итак, давайте теперь обратимся к толкованиям Священного Корана. Табари, известный толкователь Священного Корана, в своей книге, в своем толковании говорит, Что данный аят означает, что он предпочтительнее по отношению к верующим, чем сами верующие. В чем предпочтительнее? Опять-таки, Табари разъясняет всего лишь одну из сторон данного аята Священного Корана. И этой стороной данный аят Священного Корана никаким образом не ограничен. Он намного обширнее, намного всяхватывающее. Но Табари касается всего лишь одной из сторон данного аята. Он говорит, он предпочтительнее для верующих, чем они сами. В чем? В том, чтобы решать в отношении верующих то, что он пожелает, то, что он соизволит. И это станет для них обязательным. То есть его решение, которое он принимает в отношении верующих, становится обязательным, даже несмотря на то, что у самих верующих другое решение и другое мнение. Сами они приняли другое решение, другое мнение. Но если они верующие, то решение пророка станет для них более предпочтительным, чем их собственное решение. А значит, таковым будет и решение Его Светлости Алибна Виталия Валей Сават Ва Салом. Это то, что говорит Табари. Или Ибн Касир, также в своем толковании, затрагивает уже другую сторону данного аята Священного Корана. Как мы уже сказали, этот аят, он всеохватывающий, он обширный. И все стороны данного аята невозможно охватить. И поэтому каждый из этих толкователей, какую-то одну, или две, или три стороны и проявления данного аята пытаются разъяснить. И вот что говорит Ибн Касир в своем толковании. Говорит, Он говорит, что Всевышний знал о заботе и сострадании своего посланника по отношению к его умме. То есть пророк Всевышний знал, что он более сострадателен и заботлив о своей умме, чем сама умма, о самом себе. И поэтому, говорит Ибн Касир, И поэтому он его возвысил на такое положение, что он предпочтительнее для них, для этой уммы, чем сама умма, чем они сами. И Ибн Касир из этого делает тот самый вывод, который сделал Табари. До этого он говорил о другой стороне, другом проявлении данного аята, которого Табари не коснулся. По крайней мере, в той цитате, которую мы и привели. А именно то, что пророк предпочтительнее для верующих, в том смысле, что он более заботлив о них, более сострадателен к ним, чем они сами, к себе. А Табари говорил о том, что его решения, его приказы, его запреты предпочтительнее для верующих, чем собственный выбор самих верующих и собственное мнение самих верующих. И из того, что пророк сострадателен и заботлив, Ибн Касир делает тот же самый вывод, который сделал Табари. Он говорит, Он говорит, вследствие этого, вследствие того, что он является аула, вследствие того, что он является мауля, то есть является предпочтительнее для верующих, чем сами верующие, и вследствие этого его решения, его приказы, его запреты для верующих являются более предпочтительными, чем их собственный выбор и их собственное решение. Вот решил человек какой-то особый образ жизни для себя выбрать, решил человек какой-то особый путь для себя выбрать. Если этот выбор не соответствует тому, чем доволен посланник Аллаха, салаллаху алейхи и баалисалам, или его святца Алибн Абиталия, салаллаху алейхи и баалисалам, человек должен отказаться, если он верующий, должен отказаться от своего собственного выбора, своего собственного мнения, и предпочесть выбор и мнение своего мауля, о коем является пророк, и Алибн Абиталия, салаллаху алейхи и баалисалам, и некоторые другие люди, но до них мы, это уже отдельная тема разговора. Или Замахшари в своей книге Аль-Кашав говорит, Опять-таки, Замахшари указывает на некоторые другие стороны данного аята. Он говорит, что пророк предпочтительнее для верующих во всем, абсолютно во всем. И уточняет, как в духовных делах, так и в мирских делах. Он предпочтительнее во всем. Как в духовных, в делах религии и духовности, так и в делах физических и мирских. Предпочтительнее, чем сами верующие. И именно поэтому, Замахшари говорит, нету никаких условий в данном аяте. И ничем этот аят не ограничен. То есть, Замахшари говорит о том, что в этом аяте священного Корана Всевышний говорит, он предпочтительнее, но не уточняет, в чем предпочтительнее. Что указывает на то, что он предпочтительнее абсолютно во всем. Без условий и без ограничений. Нет ни условий в этой предпочтительности. То есть, нет такого, что при жизни пророка он был предпочтительнее, а после непредпочтительнее. Или в этой местности он предпочтительнее, а в той местности непредпочтительнее. Нет никаких условий. И также нет никаких ограничений, что он в каком-то конкретном вопросе предпочтительнее, а в каком-то другом вопросе непредпочтительнее. Нет. В аяте нет никаких условий, нет никаких ограничений. А значит, безусловно и безгранично пророк предпочтительнее по отношению к верующим, чем сами верующие. И из этого делает вывод замахшарик. Говорит, фаячба алейхима якуна хабба алейхим мин анфусихим. Поэтому они должны любить его больше, чем самих себя. Это одно из проявлений данного аята. Ва хукмуху анфаду алейхим мин хукмиха. А его решение должно быть более предпочтительным, чем их собственный выбор. Это другое проявление данного аята. Ва хаккуху асара ладейхим мин хукмиха. И его права должны быть предпочтительнее для верующих, чем их собственные права, чем права самих верующих. Это третье уже проявление данного аята. Ва шафакатухум алейхи акдаму мин шафакатихим алейха. Его забота о пророке должна быть предпочтительнее для верующих, чем забота о самих себе. Это уже еще одно проявление данного аята. И все это включено в предпочтительность. И они должны отказываться от своих собственных интересов, от своего собственного выбора в угоду посланника Аллаха. И должны жертвовать собой ради его святлости, посланника Аллаха, когда наступают трудные времена. И когда наступает война, они должны, верующие, даже ценой своего имущества и своей жизни, должны защищать пророка. И далее Замашир продолжает. Они не должны следовать тому, к чему их призывает их собственная душа. И от чего отвращает их собственная душа. Нет, они должны следовать тому, к чему призывает и от чего отвращает посланник Аллаха. Потому что то, к чему он их призывает, является благом для них самих. Как в этом мире, так и в будущем мире. И все это, все, что мы сказали, выведено за Махшари из данного аята Священного Корана. Кто еще обладает таким положением, помимо Алибна Абиталиба, алейхи салату ассалам? Кто еще после посланника Аллаха, салаллаху алейхи салам, из числа сподвижников, например, обладает подобным положением по отношению к верующим? Абсолютно никто. Это положение Алибна Абиталиба, алейхи салату ассалам, и Ахлал-бейт, непорочных имамов. Или Багави в своем толковании говорит Он указывает, Багави указывает ровно на то же, на что указывал Табари. А именно то, что, согласно данному аяту, решения, приказы посланника Аллаха, салаллаху алейхи салам, предпочтительны для верующих, чем их собственные выборы и их собственные решения. С тем лишь отличием, что Багави придерживается редкого мнения относительно данного аята, когда говорит, чем они сами, когда Всевышний говорит, чем они сами, большинство толкователей понимает, чем сами верующие. Но есть небольшая группа толкователей, которые считают, что здесь подразумевается, что пророк предпочтительнее к верующим, чем одни верующие к другим верующим. И именно этого мнения придерживается Багави, но это редкое мнение. И это мнение явно противоречит смыслу, который истекает из самого аята. Потому что буквально в аяте Всевышний говорит, что пророк предпочтительнее для верующих, чем они сами. То есть чем сам верующий, а не одни верующие для других верующих. Это уже навязанный смысл данному аяту. Итак, или же Шаукани в своем толковании говорит, «Аннаби-ю ау-ля бель-му-минейна мина анфуси-им ай». Это означает, что «ху-ва ахак-ку бихим фи кули-уму рид-дин в ад-дунья». Что он предпочтительнее для верующих, как в мирских делах, так и в духовных делах. Как в физических делах, так и в делах религии. Как в мирских, так и в религиозных делах. Он предпочтительнее для них, чем они сами. Не говоря уже о том, чтобы быть предпочтительнее для верующих, чем другие люди. Например, другие верующие. Опровергая тем самым то толкование, которого придерживается Багави. И он говорит, И поэтому для верующих, уже другую сторону данного аята рассматривает Шаукан и говорит, обязательно для верующего, чтобы они жертвовали ради него тем имуществом, которое необходимо пророку. В котором пророк нуждается. Даже если сами в этом имуществе нуждаются. То есть верующие должны жертвовать ради пророка своим имуществом, даже если сами в этом имуществе нуждаются. Это тоже исходит из аята Священного Корана, в котором Всевышний говорит, что пророк предпочтительнее для верующих, чем они сами. А значит и в этом предпочтительнее. В том, на что тратить свои деньги. В том, на что тратить свое имущество, свое время, свои силы, свои ресурсы. На что тратить? На свои какие-то личные цели или на цели пророка. В зависимости от того, на что человек тратит, понятно, он верующий или нет. Если человек предпочитает цели пророка, это говорит о его вере и о совершенстве его веры. А если он тратит исключительно или в основном на свои личные нужды и цели, это говорит о недостатке его веры или его полном отсутствии. Таким образом, Шауканье указывает и на другую сторону данного аята, на которую до сих пор предыдущие толкователи не указали. Ваячбу алейхим ан юхеббуху зиадатан аля хоббихим ан фусахум. И он говорит, верующий обязан любить пророка больше, чем самого себя. Больше, чем самого себя. Обязан. На эту сторону и на этот смысл истекающий из данного аята уже указывали предыдущие толкователи. И далее говорит, ваячбу алейхим ан юкаддиму хукмаху алейхим. Его решения должны быть предпочтительнее для верующих, чем их собственные решения. Аля хукмихим лянфусихим. Чем их собственные решения. И он говорит, вабиль джумля в общем. Когда пророк к чему-то призывает. А их собственная душа призывает к чему-то другому. Обязательным для верующего является то, чтобы они предпочли его призыв, своему собственному призыву. И отложили в сторону, или на второй план перенесли, то, к чему они сами себя призывают. И обязательно для верующего, чтобы они подчинялись пророку. Опять-таки, все это исходит из 6 аята 33 суры. Чтобы они подчинялись пророку больше, чем подчиняются самим себе. Можете себе вообразить вообще, каково это, подчиняться кому-то больше, чем самому себе. Это значит, все, что вам приходит на ум, все ваши мысли, все ваши решения, весь ваш выбор, он зависит от того, что скажет другой. На что укажет другой, что предпочтет другой. То есть, это невообразимая власть, дарованная посланникам Аллаху, салаллаху алейхи и алейхи и ассалям, над верующими. И точно так же, тарованная ахляль-бейт, в том числе и его светлости, алибна виталия, алейхи и ассалям. И они должны, верующие должны предпочитать подчинение пророку своим собственным желаниям, своим собственным предпочтениям. И своим собственным образом мыслей, своим собственным мыслям и идеям. Это то, что вывел Шаукани из данного аята. А теперь давайте коснемся толкования Усеймина, известнейшего из современных салафитских и ваххабитских ученых. Он, разъясняя толкование Джалалуддина Махалли, автора толкования Тафсируль-Джалалейн, в котором данный автор говорит, разъясняя данный аят, говорит, что То есть Джалалуддин Махалли в своем Тафсируль-Джалалейн сказал, что в данном аяте подразумевается то, что верующие должны предпочитать приказы и призывы пророка своим собственным призывом. И совершенно справедливо, это, наверное, один из тех самых редких случаев, когда мы абсолютно во всем согласны, полностью согласны с Усеймином и совершенно справедливо. Усеймин говорит, что этот смысл, который заложил в данный аят Джалалуддин Махалли, он верный, он правильный, но это не весь смысл аята. Аят нельзя ограничивать исключительно этим проявлением, ибо аят намного обширнее, намного всеохватывающий. Он говорит, что данный толкователь подразумевает, что Что данный толкователь подразумевает, что если пророк к чему-то призывает, то его призыв предпочтительнее, чем то, к чему призывает тебя твоя собственная душа, то есть ты сам себя к чему-то призываешь, подталкиваешь. И Усеймин говорит, что Что вне всякого сомнения этот смысл заложен в данный аят, и это совершенно верно, совершенно справедливо, и мы полностью согласны с Усеймином. Но он говорит Абсолютно точные и верные слова Усеймина. Он говорит, но этот аят, он намного обширнее, намного всеохватывающий, и намного точнее. Смысл его намного более является обширным, общим, намного всеохватывающим, и намного более точным, чем тот смысл, который в него вкладывает Джалал-уддин-Махали в своем Тафсире, Тафсир-юль-Джалалейн. И далее, здесь текст довольно-таки большой, вы на своих экранах, иншаллах, увидите полный перевод. И далее он перечисляет несколько проявлений. Мы предъявляем Усеймину те же самые претензии, которые он предъявляет Джалал-уддин-Махали. И мы говорим, что вот эти три проявления, которые ты закладываешь в аят Священного Корана, это тоже не является всеохватывающим. Аят намного обширнее, намного всеохватывающий и намного точнее. Но так или иначе, Усеймин приводит три проявления данного аята. Он говорит, что он ближе к интересам и пользе самих верующих, чем сами верующие. Что пророк больше соблюдает интересы и лучше знает интересы и пользу верующих, чем сами верующие. Это одна из сторон. Саньян он говорит, что он предпочтительнее для верующих. В том, что он предпочтительнее, чем они. И поэтому он предшествует этим верующим. И он говорит, что невозможно, чтобы у человека была совершена вера без того, чтобы любить пророка больше, чем самого себя. То есть первое проявление, которое приводит Усеймин, это то, что пророк лучше знает интересы и пользу, и больше соблюдает интересы и пользу верующего, чем сам верующий. И второе, то, что верующий должен любить пророка больше, чем самого себя. И в-третьих, он говорит о том, о чем говорил Джалал Дин Махали в своем тавсире. Он говорит, что он предпочтительнее в том, к чему тебя призывают. То есть ты должен предпочтать его призыв, своему собственному призыву, по сути, своему собственному мнению и своему собственному решению. Но должен предпочтать призыв, то есть приказы и запреты посланника Аллаха. Это те смыслы, которые вывел Усеймин из данного аята. И также приведем цитату Саади, известного в русскоязычной среде, толкователя Священного Корана, книга, которого переведена на русский язык и пользуется довольно-таки большим успехом. Он, разъясняя данный аят, говорит, То есть он ближе, он уже использует слово ближе, он говорит, ближе к, самое близкое, что есть у человека, даже ближе, чем сам человек. То есть ближе, чем он, даже чем он сам. Поэтому пророк предпочтительнее для верующих, чем они сами. То есть он исходит из того, что пророк ближе к верующим, чем сам верующий, исходит из этого и выводит, что он предпочтительнее, чем сам верующий. То, о чем сказано в аяте Священного Корана. Другими словами, согласно Саади, Всевышний назвал пророка более предпочтительным, чем сам сами верующие, поскольку он ближе к ним. То есть он их больше любит и лучше знает их пользу, и больше соблюдает их пользу и их выгоду. Он говорит, потому что, алейхи салату вассалам, что он заботится о них, он сострадателен к ним, он милосерден и милостив к ним. Нет ни одного творения, ни твоего отца, ни твоей матери, ни одного творения, которое было бы более сострадательным, более милосердным к человеку, чем посланник Аллаха. Нет ни одного творения. Только творец является более сострадательным к человеку, чем пророк. Опять-таки, в этом своем толковании Саади касается уже другого проявления данного аята. И все эти проявления, которых мы коснулись до сих пор, из суннистских толкований, все они включены, все они заложены, все они содержатся в этом аяте Священного Корана. И далее он этот смысл разъясняет и говорит, И вследствие этого Он говорит, именно поэтому, именно по этой причине, если вдруг есть несостыковка, есть конфликт между тем, что хочет сам человек, или хочет какой-то другой человек, и тем, чего хочет посланник Аллаха. Если есть вот этот конфликт между желанием самого человека и желанием посланника, не говоря уже желанием третьего человека, то желание посланника, он говорит, должно быть более предпочтительным, чем желание самого человека или какого-то другого человека. Отца, матери, сына, дочери, друга, соседа. Должно быть более предпочтительным мнение и желание посланника Аллаха. Итак, и напоследок коснемся толкования, которое дал данному аяту Ибн Таимия. Ибн Таимия говорит, Что пророк, что из этого аята стало ясно, что пророк предпочтительнее для верующего, чем он сам, как в этом мире, так и в будущем мире. И человек не уверует, не обретет веру до тех пор, пока не возлюбит пророка больше, чем своего сына, своего родителя и всех людей вместе взятых. Опять-таки, любовь и предпочтительность в любви посланника Аллаха, салаллаху алейкум, являются всего лишь одними из проявлений данного аята. И как сказал Усеймин, всеми этими смыслами, это всего лишь одно из проявлений, это всего лишь один из смыслов данного аята. Но этим смысл данного аята ни в коем случае не ограничивается. Аят намного обширнее, намного точнее, намного всеохватывающе. Как совершенно верно сказал Усеймин. Или же в другой своей цитате Ибн Тайми говорит Он говорит, что стало ясно, что смысл данного аята заключается в том, что посланник Аллаха, салаллаху алейкум, является духовным отцом. И он говорит, он, как духовный отец, будущий духовным отцом является причиной вечного счастья для верующего, как в этом мире, так и в будущем мире. И он разъясняет, в то время как биологический отец является причиной того, что он родился, что он возник. То есть является причиной его существования в этом земном мире. И он говорит, что совершенно понятно, что человек должен подчиняться. Обратите внимание. Уже Ибн Таймия в этой своей цитате касается не того проявления, что человек верующий должен любить пророка больше, чем самого себя и всех остальных людей. Уже касается другой стороны этого аята, что он должен подчиняться ему больше, чем самому себе и всем остальным людям. И он говорит, что совершенно ясно, что человек должен подчиняться тому своему учителю, который призывает его к благу и приказывает ему поклоняться и подчиняться Аллаху. И он, верующий, не имеет права подчиняться своему биологическому отцу, в то время, когда биологический отец приказывает нечто, что противоречит приказу этого самого учителя и духовного отца. Почему? Потому что то, чему призывает духовный отец, это есть благо, есть польза, есть вечное счастье. Таким образом, в этой своей цитате Ибн Таймия касается вопроса подчинения. И вспоминаем, что согласно тому хадису, что Алибн Абиталь, алейхи салам, также является маула верующих, в том числе и маула Умара и Абу Бакра, они должны были подчиняться им больше, чем самим себя. И должны были предпочитать его решение своим собственным решением. И в другой своей цитате Ибн Таймия говорит, И он толкует этот аят и эти слова из Священного Корана, и слова посланника Аллаха, которые имеют один и тот же смысл, он говорит, это потому, то есть он является предпочтительнее потому, что ни один человек не может спастись от наказания Аллаха и не может достичь милосердия и милости Аллаха, благ, уготованных Аллахом, кроме как посредством посланника Аллаха. А значит и посредством Алибн Абиталь, алейхи салам, посредством ахл-бейт. Каким образом? Биль иманиби, уверовав в них, взяв их своими мауля и следуя им, подчиняясь им. То есть не только любовь, но и подчинение заложено в этих словах, как аята, так и хадиса. Таким образом, человек обретает блага Аллаха, милость Аллаха и спасается от наказания Аллаха посредством того, чтобы привести всего себя, как свою духовную составляющую, так и физическую составляющую, в полное соответствие со своим маулям, посланником Аллаха, салаллаху алейхи в алейхи в алейхи салам, и Алибн Абитальевым, алейхи салам, и другими имамами, и которые следуют после его светлости Алибн Абитальевым, алейхи салам. Таким образом, давайте подведем итог всему сказанному. Человек должен привести свои действия, свой образ мысли, свой образ жизни, свои убеждения, свои взгляды, свой выбор, свои жизненные принципы, ценности жизненные, свои жизненные цели и так далее и тому подобное. Все это должен привести в соответствие со своим пророком и с его наместником, которого объявила его светлость посланник Аллаха, салаллаху алейхи в алейхи в алейхи в алейхи салам, по возвращении из прощального паломничества, о котором мы сказали вначале. На этом все. Ассалам алейкум, рахматуллахи, ва баракяту. Ассалам алейкум, рахматуллахи, ва баракяту.